Невероятно опасные охотники с огромными клыками и отточенной тактикой. Они превосходно чувствуют себя на любой поверхности, умеют нырять и ходить по воде. Но главное – эти создания не плетут паутину, и это не мешает им успешно охотиться на рыб и даже превосходящих в размерах лягушек. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герои сегодняшнего выпуска – обладатели молниеносной реакции и действенного яда – пауки-рыболовы. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Пауки-рыболовы или доломеды – род паукообразных, насчитывающий около ста видов, большинство из которых можно узнать по контрастным светлым полосам, проходящим по бокам тела, длина которого может достигать 2,5 см и целых 8 см с учетом расставленных ног. Этих созданий можно встретить почти по всему миру, ведь главным условием для комфортной жизни является наличие хоть какого-то водоема, будь то болото или даже небольшой ручей. Ноги паука покрыты многочисленными водоотталкивающими волосками, поэтому с учетом крохотного веса используя 8 длинных конечностей и силу поверхностного натяжения, охотник успешно держится на водной глади. Кроме того, ноги оканчиваются крошечными коготками, которые обеспечивают превосходное сцепление с любой поверхностью, что позволяет пауку невероятно быстро перемещаться даже по воде. А это жизненно важный навык, ведь живая добыча не станет ждать. Эти пауки применяют уникальный метод охоты, где в роли паутины выступает вся водная гладь. Используя лист в качестве опоры, рыболов забрасывает удочку. Все те же тысячи непромокаемых волосков чрезвычайно чувствительны к малейшим вибрациям, поэтому стоит лишь неосторожному насекомому попасть в объятия воды, как информация об этом незамедлительно передается охотнику, который тут же срывается с места и вонзает в жертву свои огромные клыки. Но этого паука не зря прозвали рыболовом, ведь весомую долю в его рационе составляют обитатели водоемов. Многочисленные датчики информируют паука о происходящем и в подводном мире, поэтому он с точностью определяет не только источник движения, но и его размеры и форму. Как только добыча оказывается в пределах досягаемости, паук бросается в атаку, расправляет огромные ноги и смыкает их, заключая рыбу в надежный капкан. Попытки сбросить нападающего ни к чему не приводят, ведь сразу за нападением следует укус, который быстро ставит точку в судьбе жертвы. Через острые полые клыки вводится внушительная доза парализующего яда и пищеварительных ферментов, превращающих внутренности жертвы в питательный протеиновый коктейль, который в ближайшее время будет словно через трубочку выпить до последнего капли. Основными врагами пауков-рыболовов являются змеи, птицы, а также более крупные рыбы. И чтобы не стать случайной жертвой, чаще всего эти создания становятся активными ночью. Несмотря на обилие глаз, зрение не является сильной стороной этих пауков, к тому же оно малопригодно для ночной охоты. Взамен их осязание настолько продвинуто, что позволяет отличить колебания потенциальной добычи от упавшего листа, порывов ветра или приближающихся хищников. При этом паутина на промысле все же используется, но лишь в качестве страховки для более надежной фиксации. Паук безошибочно выбирает самые рыбные места, но может пройти немало времени, прежде чем цель окажется прямо под ним. Поэтому терпение становится главным оружием. Однако цепкие ноги далеко не всегда достигают цели. Выбрать подходящий момент непросто, ведь рыба находится в постоянном движении, поэтому в большинстве случаев капкан закрывается в холостую. Некоторые виды приспособились намеренно создавать вибрацию, привлекая внимание рыбы, которая питается упавшими в воду насекомыми. При этом голодный хищник не упускает из вида не только рыбу, но и земноводных. Лягушки, которая в разы тяжелее и сильнее паука, не обладают защитной броней, и острые клыки с легкостью пробивают тонкую кожу, накачивая жертву токсинами. Против такого приема они бессильны. Отчаянная борьба лишь ускоряет неизбежное, быстрее разнося по телу яд. После успешной атаки искусный охотник без труда относит тяжелую цель в укромное место, где никто не помешает ему завершить трапезу. Водомерки – не менее приспособленные охотники, которые также используют поверхностное натяжение и подчиняют себе законы физики, но вряд ли они подозревают об опасном соседе, который может часами сидеть в засаде. Паук абсолютно неподвижен, благодаря окраске он сливается с местностью, поэтому даже более умелый водный хищник может запросто попасть в его смертельную ловушку. Желанной добычей также могут стать уступающие в размерах родственники, в том числе представители себе подобных. Этот невероятный паук неплохо приспособлен даже к подводной жизни. Благодаря водоотталкивающим волоскам в специальной полости образуется воздушный пузырь, который становится своеобразным кислородным баллоном. За счет последнего некоторые виды могут дышать под водой на протяжении полутора часов. Такая способность используется как для спасения от хищников, так и для охоты, поэтому жуками-личинкам, облюбовавшим подводную растительность, грозит не меньшая опасность. Буквально пара секунд и гребляк, который является не менее свирепым охотником, замирает от быстродействующего яда. Полноценная паутина используется лишь при строительстве гнезда, куда прячется кокон с более чем тысячей яиц, которые после вылупления охраняются самкой. Несмотря на заботу, лишь единицам суждено дожить до зрелости и стать такими же искусными хищниками. Действенная маскировка, отточенные навыки охоты и умение скрываться под водой позволило этим созданиям стать неотъемлемой частью водной экосистемы. И сегодня большинство видов процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!